всем большой привет меня зовут маша рада видеть вас на моем канале и сегодня будет очередное видео из серии завершаю начатое сегодня я вам расскажу о двух работах сразу потому что мне кажется они достаточно быстро вышьется и отдельно про каждую рассказывать но мне кажется не сильно интересно я лучше объединю это все в одно видео первая работа которую я буду вышивать это будет по книге французская вышивка к листом от изабель ватье загадочный океан и вышиваю я вот такого аиста вот этот вот красивый аист который я начинала вышивать в рамках летнего проекта 12-летних стартов сейчас я покажу на каком этапе находится эта разработка прошу прощения что основа немного помятая но я думаю в целом и так видно сколько у меня вышит у меня получается вышит уже аист его такая большая достаточно часть осталось только одно крыло вышить и немножечко гнездо вот здесь вот и это всего по моему 30 процентов у меня сейчас вышло на данный момент я буду продолжать дальше в целом мне кажется справлюсь с ним очень быстро потому что вышивается он очень легко и я думаю где-то за неделю за полторы с ним точно справлюсь значит это первый сюжет который я планирую вышивать и вторая работа которую я буду вышивать вы сейчас видите превью на экране это авторская схема ланы ленской который называется house is у меня на данный момент уже вышит сам дом лужайка получается и 1 ваза с цветами и начала немножечко рамку вышивать надпись и это я не знаю сколько процентов я вышиваю по бумажной схеме я там зачеркиваю все маркером поэтому сказать так вот сложно на глаз наверное где-то процентов тоже 30 у меня выше то тоже мне кажется справлюсь эта работа достаточно быстро и мне хотелось бы все-таки вышить его наверное в первую очередь вот именно этот сюжет потому что здесь нет крышного окрашивания и чтобы не пришлось работу дополнительно стирать потому что здесь некоторые нитки потекут поэтому я наверное возьмусь за эту работу сразу а аиста буду наверное параллельно также вышивать и вот таким образом это наверное за две недели у меня будет две готовые работы в общем буду начинать вышивать показывать вам все продвижения будем смотреть насколько быстро мне получится это это вышить надеюсь вам это видео понравится оставайтесь со мной и давайте начнем хочу показать вам мои первые протяжения по дому который вышиваю это авторская схема ланы ленской вот такая красота уже получается я переставила на более мелкие пяльцы работу потому что было неудобно таких крупных вышивать а так было бы конечно лучше видно всю работу но и думаю так в принципе неплохо тоже это можно рассмотреть я уже здесь вышиваю дальше рамку вот получается за пару дней я вышила вот это все полностью часть надпись продолжил тоже вышивать и вот здесь закончила несколько элементов на дереве получается который вазе растет часа покажу вам маркером то что отмечала вот зеленым цветом вот эти элементы я вышивала здесь вот надпись и вот то что я закончила также на дереве вот этот маленький участок теперь я вышиваю и получается сверху хочу полностью здесь завершить этот участок и уже потом снизу вышивать вверх так что план у меня такой я надеюсь что за пару дней я полностью закончу надпись вряд ли за один день исправлюсь здесь достаточно много работы но за пару дней думаю точно здесь все вышьем и уже пойду тогда вниз буду вышивать красота конечно получается и это что нитками ручного окрашивания тоже я работаю просто слов нет я безумно влюблено в эту работу и уже хочется поскорее вышить и оформить так что да буду стараться сделать это все-таки побыстрее буду продолжать вышивать дальше показывать мои успехи что у меня получается поэтому давайте продолжим закончила я вышивать надпись здесь конечно немножечко ее начала не видно но вот в принципе она вся уже здесь у меня поместилась мне осталось вышить только рамку закончить его здесь будет дерево с каким моментом я столкнулась я сейчас думаю мне нужно ли вообще делать заказ или нет потому что у меня уже заканчивается вот эта нитка которая вышивались буквы и который будет вышиваться еще дерево вот здесь внизу и она достаточно большое то есть здесь получается у меня я даже не знаю но крестиков будет прилично и если например закрывать каждый крестик вот прямо отдельно закрывать каждый крестик этой ниткой, мне ее будет недостаточно. У меня осталось только, получается, две нитки из пасмы. И все. Поэтому я посмотрю. Я буду сейчас ей вышивать. Ну, точнее, не сейчас, чуть-чуть попозже. И если мне не хватит, придется докупать. Я тогда вот точно тогда скажу, пришлось или нет. Но если уйдет все просто под ноль, я буду очень счастлива, что мне, если не придется отдельно нитку еще заказывать. Но вообще получается очень красиво. И я, наверное, вышила уже где-то 70% работы, мне так кажется. Уже осталось, в принципе, не так уж и много. Сейчас я буду завершать вот здесь вот часть. Вот эту рамку я хочу здесь полностью вышить. И уже тогда я спущусь вниз и буду завершать вот здесь. У меня останется совсем немножечко здесь вот закончить рамку и дерево. Поэтому вот такие мои продвижения. Давайте посмотрим, как быстро я справлюсь и вообще, что мне получится вышить в ближайшее время. Оказалось, что я справилась с этим участком достаточно быстро, потому что вот буквально пару часов назад я вам снимала про предыдущий кусочек. И вот у меня рамка уже полностью вышита. Сейчас я буду переставлять пяльцы. И у меня останется вышить вот здесь вот небольшой такой участок. Закончить рамку и дерево. Так что приступаю. И надеюсь, что через пару дней я вам покажу уже полностью готовую работу. Теперь я буду работать дальше над аистом. Все, теперь уже только осталось мне вышивку теперь завершить. Я уже начала над ним работать и вышила крыло практически. То есть я начала вчера вышивать вот крыло. Первое ноября вчера было. И вот я сделала 587 крестиков. Уже, кстати, видите, у меня 45% работы готовы. То есть, в принципе, скоро будет уже и финиш, потому что здесь не так много крестиков. Всего 5000 на весь сюжет. Поэтому я думаю, где-то, может быть, за полтора недели я с ней справлюсь уже с этой работой. Может быть, даже получится быстрее. Но тут я уже так не загадываю. Решила именно вышить сразу птицу, чтобы потом приступить только к гнезду здесь. Потом вышивать. Мне кажется, тут очень быстро это все вышьется. И сразу выполнила много черным цвета. И вот здесь вот серый чуть-чуть я тоже продолжила вышивать. Несколькими оттенками. Так объемно уже сейчас смотрится. Тут потом добавится белый цвет. И здесь еще темным нужно будет много вышить. Так что буду сейчас работать над этой частью вышивки. И показывать, что получается. Тут, кстати, по-моему, бэкстич уже вообще нигде не нужно будет вышивать. Только крестики. И бэкстич останется только в низде немножечко выполнить. И все. Так что буду показывать вам мои продвижения. И надеюсь, что, да, скоро будет у меня эта уже работа полностью вышита. Сегодня 5 ноября. И вот я вышила 272 крестика. Сегодня это получилось у меня уже целое крыло. Я его завершила. И получается, аист у меня полностью готов. Теперь я буду заниматься нижней частью. Здесь осталось у меня только гнездо. И всего, если посмотреть по статистике, это 2000 крестиков. Ну, чуть больше. 2100. Поэтому, мне кажется, я где-то, наверное, вот за дня 4, наверное, вышлю эту работу. Потому что, в принципе, тут работы немного осталось. И эта часть вышивается как-то очень просто и приятно. Поэтому, я думаю, да, справлюсь достаточно быстро. Но аист вы только посмотрите, какой это объем, какая это мощь, красота. Настолько, вот вроде бы просто крестики. Тут бэкстича вот совсем чуть-чуть. Но все так выделяется. Все перья вот здесь вот на крыльях можно с легкостью рассмотреть. Притом, здесь нету ни линии бэкстича, ни одной. И всего, я бы сказала, даже два цвета DMC. Вот такой вот серый 3799 и черный. Чуть-чуть вот кое-где здесь вот добавлен такой немного серый оттенок. Там, по-моему, 317 цвет. И все. Все. Но при этом вот эти все перья вот видны. Этот взмах крыла. В общем, это невероятно красиво. Мне безумно нравится, как это выглядит. И, наверное, тут еще все-таки тоже большую роль играет основа, на которой я вышиваю. Потому что сырой лен, за счет того, что вот он такой холодный и достаточно темный, все светлые оттенки на нем очень хорошо видны и смотрятся великолепно. Так что я просто в восторге от этого дизайна. Очень рада, что я его вышиваю. Но и вот приступлю, конечно же, к финальной части. И для этого, получается, уже у меня осталось где-то 42% работы всего лишь. И, да, скоро покажу вам готовую работу. Мне уже не терпится, конечно, увидеть ее полностью завершенной. Так что я не буду сильно много тут говорить. И так много всего сказала. И буду показывать вам мои дальнейшие продвижения. Сегодня 8 ноября. У меня уже готово 82% работы. И сейчас вам покажу, как это выглядит. Вот так. То есть я сейчас занимаюсь непосредственно нижней частью сюжета. Это гнездо, получается. Ой, как цвет поменялся. От такого очень яркого желтого. Прям такой холодный. Но зато как раз сейчас цвета более или менее показаны вот именно такими, какие они есть. Вот так это выглядит. И вышивается все очень достаточно просто. Нету никаких сложностей. И даже несмотря на то, что здесь кажется, что часто нужно менять нить, я как-то с этим, не знаю, у меня с этим не возникает никаких вопросов. Потому что, например, я вышиваю каким-то одним цветом много-много участков. Например, вот этим темным цветом я сразу много вышила. И от него же отталкиваюсь, заполняя, например, другим цветом тоже рядышком находящиеся элементы. Вот то, что могу прямо точно отсчитать. И как-то, ну не знаю, у меня все получается вообще без проблем. Как вы видите, если посмотреть по статистике, я сейчас вышиваю крайне мало. У меня по 200 крестиков, 100 крестиков. И только вот по выходным, либо вот за редким исключением, вот там вот понедельник у меня было 500 крестиков. И вот тут вот в субботу я вышивала 800 крестиков. Везде я очень-очень мало вышиваю. И поэтому не так быстро у меня все это происходит. То есть не так быстро у меня вышивается сюжет. Но я все-таки очень сильно надеюсь и буду очень сильно стараться, чтобы это случилось уже конкретно на этой неделе. Вот где-то в десятых числах ноября, чтобы это у меня уже был финиш. Так что в целом я уже на финишной прямой. Вот так это все смотрится. Если я сейчас уберу магнит, то вот так вот вместе с аистом это выглядит. Очень красиво. Мне так нравится, что получается. И даже то, что здесь такие достаточно холодные оттенки, да не такие серые, какие-то коричневые. Все равно вышивать очень интересно, приятно и не хочется отрываться от работы. Скорее всего, следующим кадром я вам уже покажу готовую работу. Так что да, давайте посмотрим, когда это у меня случится. И вот я готова показать вам готовые работы. Сразу прошу прощения за освещение, потому что сейчас очень рано темнеет. И, к сожалению, у меня нет возможности вот до того, как солнце сядет, снять видео. Поэтому приходится в таких вот немножечко условиях снимать при искусственном освещении. Я надеюсь, что это сильно не будет проблематично. Покажу сразу вам аиста. Он получился, конечно, очень красивый. И я хотела изначально оформить его в рамку. Но сейчас у меня на него немножечко другие планы. Поэтому, как только я возьмусь за оформление и все сделаю, то, как я планирую, сразу же все вам и покажу. Работа вышивалась. Я посчитала, у меня по саге вышло где-то 15 дней. То есть, так, две недели у меня на него ушло. И вообще вышивается, конечно, он очень просто. Здесь ничего сложного нету. Даже вот в этом гнезде, где достаточно большой такой вот разброс в цветах есть, все равно вышивается все очень просто. И мне доставлял, конечно, просто с массой удовольствия. Бэкстича в работе очень мало. В птице совсем немножечко. Сейчас вам покажу еще раз поближе. Бэкстич вот только здесь. Получается, внизу есть буквально немножечко. И в гнезде также присутствует бэкстич. Его тоже совсем немного. Вот такие вот, как штришки, ветки. И еще внизу вышивалась подпись. Ну, вот, в общем, такой вот первый финиш. И, еще раз говорю, очень рада, что наконец-то вышила эту прекрасную птицу. Она великолепная. Даже не верится, что здесь настолько мало цветов DMC. И настолько реалистичной получается работа. Сейчас покажу вам, давайте, тогда вторую работу. Вторая работа выглядит у меня вот так. Как видите, она сразу и оформилась у меня. Я для нее подобрала вот такую рамку. Она у меня появилась совершенно случайно. Благодаря моей рукодельной подруге. Таисия, огромное вам еще раз спасибо, что вот мне смогли найти такую просто потрясающую раму деревянную. Как видите, по размеру она подошла идеально. Мне очень нравится, что, в принципе, есть и воздух в целом. И в то же время как-то и не слишком много этого свободного пространства. То есть, все прямо вот как надо. Это деревянная рама. Здесь она такая достаточно объемная. Если так вот, если посмотрите, она достаточно глубокая. Поэтому здесь она такая интересно смотрится, очень объемная. И по цвету она, мне как мне кажется, тоже отлично подходит под этот сюжет. Сейчас поговорим с вами про остатки ниток. Потому что эту работу я вышивала на 32-м аккаунте Белфаст. Это у нас от Свайгард. Винтажный Мока. И по ключу, вообще дизайнер предлагала, я, по-моему, это рассказывала либо в начале видео. А, возможно, я забыла, я уже не помню. Повторюсь еще раз. Дизайнер предлагала вышивать этот дизайн на основе 36-го аккаунта. То есть, это у нас Эдинбург, либо 40-й аккаунт. Это Ньюкасл. И в таком случае работа вышивается в одно сложение нитей. И поэтому по ключу стояло, что нужно использовать всего по одному матку каждого цвета. Сейчас вам покажу, если вдруг вы тоже решите вышивать, как и я, на 32-м аккаунте в два сложения, какие цвета лучше приобрести в количестве двух штук. Сразу покажу вам те цвета, которых хватило более чем. И вы можете не бояться, вам их точно хватит на отшив полностью. Во-первых, это Gentle Art. Цвет номер 7062. Тут название Old Purple. И там вот дальше я немножечко не могу почитать, что я написала. Но вот, в общем, такой вот цвет. Фиолетовый. Ими вышивается не так уж и много, поэтому его хватит вам вообще без всяких проблем. Дальше. Классик Colorworks. Цвет Wildness называется. Номер 225. Тоже его очень много остается. Не могу сказать, что прям на второе отшив хватило, но в целом его достаточно много. Этой нитки осталось. И два цвета от Wix Tye Works. Это у нас цвет Pecan и Baked Apple. Тоже вот эти два цвета, как видите, их очень много осталось. У меня они были вот прям целые мотки. И их еще очень много. То есть я, в принципе, могу их потом еще в каких-нибудь других процессах использовать. Цвет такой вот от Gentle Art зеленого цвета, который называется Forest Glade. Его, ну вот, как видите, в принципе, впритык. Ну не то, что прям впритык. То есть ее еще осталось, этой ниточке. Но, да. То есть, мне кажется, в принципе, одного мотка тоже хватит. Можете не волноваться. Но на всякий случай, если вдруг вы переживаете, то можете докупить. Им вышивается вся рамка. Здесь вот много где листики. То есть, часто такая используется нитка. Вот вся рамка полностью зеленым цветом вышивается. Хотя нет, наверное, все-таки одного цвета вам тоже хватит. Как видите, достаточно много осталось. Поэтому этот цвет тоже можно не волноваться, купить в один моток. А вот чего мне вообще не хватило. Это нитки, которые называются Havana от Wix Tye Works. Номер 1230. Вообще ушла полностью под ноль. Даже вам больше скажу. Я вот когда вышивала как раз-таки вот этой ниткой здесь дерево, этот коричневый цвет используется много где. Вот здесь вот на крыше. Вот эти все буквы вышиваются. И много где вот в деревьях. И когда я вышивала вот это дерево, вот здесь вот, мне не хватило ровно шесть крестиков вот здесь вот вышить этим цветом. То есть, все дерево я в целом смогла вышить. Но это тоже, знаете, был такой вот экономный вариант. Я здесь не закрывала каждый крестик, а старалась уже вышивать. Ну вот просто как, да, просто крестики вышиваю по очереди. Закрываю, чтобы как-то экономить нитку. Вот здесь вот вышивала я уже вот таким цветом. Новую нитку я не покупала. Я взяла просто вот здесь вот этот коричневый оттенок темный вот в этом цвете. Он, в принципе, очень был такой похожий на тот, что мне был нужен. Поэтому я просто взяла и шесть крестиков им сделала. Но все-таки ради шести крестиков как-то нитку отдельно мне покупать не хотелось. Поэтому мне кажется, это, в принципе, даже и незаметно. Шесть крестиков это не такая большая проблема. Но все-таки этой нитки его может вообще не хватить. Поэтому лучше покупайте сразу два мотка. Вот именно этот цвет Havana. И также я бы все-таки порекомендовала вам купить второй моток вот этого цвета. Здесь вообще совсем чуть-чуть нитки у меня осталось. Это Classic Colorworks. Называется Ginger Snap. Я ее тоже старалась использовать максимально экономно. И в целом вот у меня вот все, что осталось от этой нитки. Тут буквально, может быть, на крестиков, я не знаю, 30, может быть. Мне сложно, конечно, так сразу сказать, насколько точно. Но осталось очень мало. Поэтому вот этот цвет тоже рекомендую все-таки купить в количестве двух мотков. Ну и в целом это все, что я хотела рассказать вам про этот дизайн. Вышивался очень просто. Невероятное удовольствие получала от процесса. И я теперь еще хочу больше вышивать дизайнов от Ланы Ленской. Потому что у нее, конечно, шикарные разработки. Мне все безумно нравятся. У меня в моих запасах есть еще как минимум 5 схем именно в ее разработке. Поэтому я думаю, в скором времени возьмусь за что-нибудь еще и обязательно вышью. На этом все. Вот такие вот два финиша у меня случились. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Я обязательно сейчас в конце ставлю приближенные кадры, чтобы показать вам хотя бы, по крайней мере, один вот этот дизайн в полной красе. Вот именно этот вот дом от Ланы Ленской. Потому что Аиста я все-таки хотела бы сразу оформить, прежде чем показывать его вот именно даже на канале. Ну, в общем, посмотрим, как это получится. Так что большое спасибо еще раз, что посмотрели это видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Буду очень рада вашим комментариям. Ну а так, я вам желаю отличного настроения, творческих успехов. Самое главное, крепкого здоровья. И скоро с вами снова увидимся. До самой скорой встречи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok